В общем, от пидора пидору мой пламенный привет. Давай, пойдем. Ты трезвая. Ты трезвая? Ну, это неинтересная история. Отписывайтесь! И никогда его не смотрите! Осия, ты пришел к нам с небес? Я дважды пробуждался этой ночью и брел к окну, и фонари в окне. Белий-белий, как снежинка. На самом деле, мы здесь уже когда-то ходили. Это был мой самый первый проход по крепостным дворам. Чуть не сказал, по проходным дворам. Мы снимали тогда вообще без всякой стабилизации, в том же составе. Вот мы обернемся, чтобы показать, откуда мы начинаем. И я хочу обратить ваше внимание на это творение господина Кеннеля. Это архитектор. Это цирк нынешний государственный. Первый цирк постоянного Российской империи. Это нам понадобится. Но сегодня мы пойдем несколько другим маршрутами. И у нас сегодня будет достаточно необычный тур. Он такой поэтический. То есть сегодня в кадре, помимо меня, вот этого павлина с перьями на башке, будет прекрасная дива, которая будет читать не менее прекрасные стихи. Собственно, почему мы еще раз сюда ломанулись? Потому что сегодня у нас такая сквозная тема вообще противостояния поэта и правителя. Причем, если посмотреть на самом деле на историю российского государства, это тема вечная. Просто меняется контекст того, как это происходило. И вот это здание сейчас абсолютно, ну как бы, ничем не примечательное. В свое время отметилось тем, что именно здесь проходил суд над Иосифом Бродским. Иосифа Бродского судили за тунеядство. Причем не просто за тунеядство. Это была статья, на самом деле, направленная против вот этих всех. Ну я буду, так сказать, не намекать. Что у меня с языком? Побочка, прямо здесь, да. Побочка от огромного количества контента, который ты потребляешь, от огромного количества экскурсий, которые ты проводишь. Напоминать, вот, глагол напоминать. Напоминать дворы. Заодно вы можете сравнить, как они меняются в зависимости от времени года. Но не все, на самом деле, потому что кое-в какие дворы мы сегодня не пойдем. Так вот, его, соответственно, судили показным судом. Иосиф Бродский, сволочь такая, он говорил, что мне вот эти все партийные идиоты не нужны. У меня всегда есть 50-60 друзей, которым мои стихи нужны. 50-60 человек на многомиллионную страну. Это же страшно. Это страшно, это надо срочно пресечь. Я вам сейчас прямо, вот, из всего того, что я прочитал, из всего того, что я посмотрел про Бродского, мне очень понравился фильм, как это ни странно, на Первом канале. Называется «Бродский не поэт». Чем он прекрасен? Так это тем, что там взято интервью у двух людей, которые повлияли на судьбу оси. «Задвигайте замок до упора». Ремонт Абуви тут происходит. Был такой советский фильм, там, по-моему, Панкратов Черный клеил девушек, спрашивая, знаете ли вы такого поэта Ремонт Абуви? Вот, прекрасные пейзажи. Сейчас я просто прямо вам найду. Вот, да. Значит, одного из них зовут Яков Лернер. Причем он то ли Михайлович, то ли Моисеевич. Мне вообще плевать, какой он. Я вам буквально одну фразу поставлю. Вот этот Яков Лернер, который по русской языка связать не может двух слов, да? Который ничего русского ненавидит. Ну, то есть это вот традиционный у нас жидомасонский заговор. Сейчас бы он был поклонником закупанных домов, я не знаю, плоской земли и так далее. Он был одним из трех человек, который был автором той знаменитой статьи. Присутствовал на суде. Он даже отметился на фотографии. И, соответственно, следующая его фраза мне тоже очень нравится. Ну, то есть, во-первых, ничего русского ненавидит, да? Жиды проклятые. Если находятся люди, которые Яков Лернер называют, понимаете ли, великим русским поэтом, то это кощунство. Сегодня у нас будет акт кощунства. Сегодня у нас будет чтение стихов одной девушки, которая почему-то считает Буроцкого великим русским поэтом, а Якова Лернера таково не считает. Яков Лернер после этого был два раза сутим. Мне очень понравилась вторая его статья за кражу корма у животных государственного цирка. Прекрасный человек во всех отношениях, да? Ну что, мы будем судить тебя, товарищеский судом, за то, что ты здесь развалилась? Ничего не делаешь, понимаешь? В то время, как вся страна работает. Интересно, как меняется ландшафт, да? Здесь у нас, соответственно, еще совсем недавно не было вот этих вот железок, под видать, железобетонные какие-то покрытия. Ой, вот еще один тунеядец лежит. На завод давай, иди! Что-то разлегся! Жить небось, да? Он какой рыжий, как Буроцкий. Рыжая, точнее, это же она, да? Ну, прости, прости, я тебя побеспокоил. Не дается. Вон там еще одно, смотрите. Притаилась. Лежбище тунеядцев. И вот интересная такая история, понимаете? Вот этот вот человек оседлал систему суда Советского Союза для того, чтобы всему миру показать, какой он падла Буроцкий. Ну и, в общем-то, может быть, мы сейчас буквально на секундочку прервемся под этот аккомпанемент Воронеж, чтобы вам, соответственно, зачитать пару строчек. Благо, здесь вот, ну, Буроцкий кошатник был известный, да? Поэтому атмосфера позволяет. Я дважды пробуждался этой ночью И брел к окну И фонари в окне Обрывок фразы Сказанной во сне Сводя на нет, подобно многоточью Не приносили утешения мне Ты снилась мне беременной И вот, проживши столько лет с тобой в разлуке Я чувствовал вину свою И руки Ощупывая с радостью живот На практике нашаривали брюки И выключатель И я знал, что оставлял тебя одну Там, в темноте, во сне Где терпеливо ждала ты И не ставила вину Когда я возвращался Перерыва умышленного Ибо в темноте там длится то Что сорвалось при свете Мы там женаты Венчаны Мы те двуспинные чудовища И дети Лишь оправдание нашей наготе Какую-нибудь будущую ночь Ты вновь придешь усталая Худая И я увижу сына или дочь Еще никак не названных И тогда я не дернусь к выключателю И прочь Руки не протяну уже Не вправе оставить вас В том царстве и теней Безмолвных Перед изгородью дней Впадающих в зависимость от яви С моей Недосягаемостью в ней После такой кощунственной сцены Я хочу рассказать еще Про одного человека Который уже принял решение О высылке Бродского Из Советского Союза Ты знаешь его имя? Его зовут Филипп Денисович Попков Нифига какой у него хвост Смотри Прямо такой Как у поросят Что говорил Филипп Денисович Попков О Бродском Послушаем Кроме всего прочего Что там он Какой он там был Какой он есть Он просто дрянь был И все Потому что Он вел себя так Как ему надо было Вот это как бы Краеугольный камень Вообще всей этой Советской системе Ну он дрянь был Потому что он вел так Как ему надо было То есть не так Как и вот этому Надо было персонажа А так как ему надо было Чем закончил Филипп Денисович Попков Я вообще рекомендую вам найти Просто загугливайте В интернете Статью Она называется Одна жизнь Филиппа Денисовича Ну понятно отсылка К чему это Это статья в Коммерсанте 2000 года Там прекрасно Рассказано про то Как он крышевал Соответственно Поставки Оружия Для Казанской братвы После развала Этой прекрасной системы Которую он Так обильно И усиленно Охранял Он стал у нас Главным Крышевателем Некой Компании Мост Которую держал Олигарх Гусинский Да Это все НТВ Эхо Москвы И прочее И прочее Соответственно Где у нас Тут выход Избавившись От дряни Человека По фамилии Бродский О Идет классика Жанра Дама с муфигальником Я когда-то С таким ходил Потом На это дело Забросил Потому что Это конечно Адок Представляете Такой Вот в такой Вот атмосфере Пребывать Люди Которые Пошли Зайдем В парадную Я тут не был Никогда Господи Как тут Прохладно Ну К сожалению Нас тут не ждет Ни каминов Ни Соответственно Печей Все очень Да Куценькое Разве Что Продохнуть Это Актер Тренируется Вот там Видите Продолжайте Никогда не танцевали Это очень просто Вы все правильно Делаете Еще я рекомендую Делать вам Вот так вот А вы скажите Что так танцевали Древние славяне Они пели песню Диско Диско Да Да Ну Можно так В принципе Четыре года Я отдал Этим Чертовым Русским народным танцам В хореографическом Ансамбле Мы даже Ездили выступать В город Минск Помню А потом У нас Желал Была состояться Аж поездка В Магнолию В Магнолию В магазин Известный В Москве А я вас обманул Кстати Я вас обманул Почему я вас обманул Потому что Ну вот Во что можно превратить Печь Она даже незаметная Представляете Причем Видите Из росы Здесь когда-то были Вот видишь Рельеф Надо меня Отойти Вот Когда-то была Приличная На самом деле Парадная Он превратился Вот в такое Ну в общем Вот человек боролся Всю свою жизнь С проклятыми Ну он по идеологической Системе был Да Знаток С этими проклятыми Вот Диссидентами Прочим Сахарова мочил Естественно А потом Пошел Когда система Поменялась Целовать Попу Агустинскому Агустинский Сейчас как вы знаете Живет Приспокойно Сначала в Израиле Свалил Потом В Испанию Перебрался И там сейчас Благополучно обитает Медиамагнат Но для него По-прежнему Бродский Дрянь Человек Потому что он Делал что хотел А не должен он был Делать что хотел Ты не делай то что хочешь Ты делай то что тебе Партия ведет Делай то что Вот Завещал Человек Даже На этом здании Которому Висит мемориальная доска Это здание Тенежевского училища Я вам на самом Про него рассказывал Но сейчас нам Интересно Другую У нас сегодня Еще один герой Нашего рассказа Это естественно Сергей Есенин И в зале Этого Тенежевского училища Он выступал Когда был У нас Вот Примерно Вот в таком Обличье Видите Он такой Русский Народный Ну он потом писал Себя Здесь был Знаменитый вечер Где он выступал Вместе с Николаем Клюевым Городецкий Его устраивал Там стояли На сцене Такие снопы Да Ну вообще По-моему Горький Сказал Да Про Есенина Что Петербург Стретил его Как Обжора Землянику Зимой Да Ну то есть Это как раз Была такая Мода Волна На Все такое Русское Шла война Тем более С Германией Видите Даже здесь Владимир Ильич Ленин Ступал На собрание Партийных Работников О тактике Активного Байкота Государственной Думы Вот переводя С немецкого На русский Что это Значает Вот мы Хотим Какой-то Представительский Орган Да Ну вот Наконец Озвали Государственную Думу А в этой Государственной Думе По факту Большевики Получили бы Не так много Мест Потому что На тот момент В отличие Скажем От октября 1917 года Они были По сути Никто И звать Никак Поэтому Государственную Думу Надо конечно же Байкотировать Потому что Она поганая Буржуазная И прочее Так вот Хочу сказать Что Люди Которые Попали В эту Думу Ничего Не смогли Сделать И Ставили Палки В колеса И Петру Аркадьевичу Столыпину Он так и не смог С ними договориться Сформировать Нормальный кабинет Но Как можно Грамотно Изобразить На самом деле На мемориальной доске Как это было На самом деле Как это должно Восприниматься Людями В нормальном Отношении Мы сюда заходили Но я все-таки Не могу еще раз Не показать Это место Прекрасное Во всех отношениях Просто я здесь жил Четыре года Как раз читал Все эти книжки Про Есениных Про Ахматовых И про всех остальных Про Бродского Мало читал Потому что На самом деле На тот момент Про Бродского Было достаточно мало Литературы А уж никаких Документальных фильмов Не снималось Я хочу напомнить вам Что Бродский В восьмом классе Бросил школу И пошел работать На завод Это я всегда люблю Рассказывать Всем этим Офисным Офисным Революционерам Которые сидят И делают Эволюцию В капиталистическом Ютубе Встал к станку Работал токарем И на самом деле Прикол в том Случается Что Бродский Не был антисоветчиком Ну вот вообще Ни разу Ему это все Нафиг не надо Он хотел бы Писать стихи Переводить Иностранных поэтов А вот из него Попробовали сделать Козла отпущения И мы сегодня Окажемся еще В другом Помещении Здесь вот Полы вскрываешь Там земля И крысы бегают Вот они меня Два раза кусали Буквально вчера Мы идем Потрясающая сцена Ты помнишь Сидит На поребрике Крыса Улица Макаренко Это там В районе Коломны Где я живу Сейчас И рядом сидит кот И за ним наблюдает А за всем этим Наблюдает такой мужик Классический мужик Из Коломны С таким Пузярой Вот в таких Примерно же Как у меня Бриджах И говорит Вы осторожнее А то сейчас Она бросится Я говорю Куда? На кого она бросится? Крыса бросится Если ее Ну начать Как бы Теребить Он мне Начал поучать Я говорю Мужчина Вы знаете Где находится Антиарабический центр? Нет А я знаю На Кавалергарской улице Потому что Я с этими тварями Жил 4 года Справляется с ними Только кошки Так вот Никогда она сама Не пойдет тебя Кусать Если это конечно Не блокада Ленинграда Да И если у вас Трупы В Домах Не лежат Но мы-то живем Слава Богу С вами В мирное время И Именно тогда Анна Андреевна Ахматова Сказала Фразу Которую я очень Любил повторять Каждый раз Какую судьбу Они делают Нашему рыжему Как будто Он их нанял Ну то есть Это чистой воды Пусть и райд кейс Да Когда из Никому неизвестного Человека Делают Мученика Совести Но самое главное Что Бродского действительно Выталили В 1972 году Из Советского Союза Он прекрасно Устроился в Америке Жил там В своем собственном доме Ездил на прекрасном Мерседесе Летал в Венецию Зимой Говорил, что Венеция зимой Как Грета Горбо В ванной Причем За что я его Реально начал уважать Он не брал С собой фотоаппарат Он не ходил Как сейчас Знаете И каждый Писк и штрих Фотографировал Нет И Ну он очень хотел Вытащить сюда Своих родителей Конечно же Мать прежде всего И вот Это продолжалась История До 1984 года И вроде как Наконец Какие-то подвижки Начались Но Мать умерла Бродский В своей Своей книге Написал Что ему Один из потрясающих Ответов было Цельской власти Что это Нецелесообразно Ну то есть Нецелесообразно Встречаться Матери с сыном Ну и потом Уже когда Отцу сделали визу Потому что Ну мать умерла Хотя бы с отцом Дайте встретиться Я отец умер Прекрасная Страна Которая боится Выпустить Мать К опальному поэту Или наоборот Она так над ним Издевается Потому что Это же самая Свободная страна В мире Да А какого хрена Вам ездить По разным углам Сидите В самой счастливой Стране мира И наслаждайтесь Вот там Висит у нас Мемориальная доска Мы сейчас ее покажем Она имеет Отношение К Тоже Повествованию Нашему Потому что Этот критик Василий Владимир Васильевич Стасов Василием звали Все время Путу Василием звали Его отца Прекрасного архитектора Построившего Переображенский собор Очень Очень Благословил Сергея Есенина Вот Видите В этом доме С 54 По 73 Год Работал Выдающийся Русский 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 Критик Владимир Васильевич Стасов Значит Стасов Придумал Копирайт Могучая кучка И где он его придумал Можно как раз Здравствуйте Отличный у вас Наряд Коллега Представляете Если бы Человек Вот так Во времена Бродского Прошел бы С такими Бататухами Я боюсь У Бабкова Бабкова Простата Разорвалась бы Ну а Про Лернера Вообще Молчу Он бы Окончательно Забыл бы Что такое Русский язык Повесили Кстати Кодовый Замок Раньше Его здесь Не было То есть Ни здесь Ни там В годы Моей молодости Тут вообще Даже об этом Можно было Не помышлять Слушайте Как они Интересно Превратили Фонтан В прошлый раз Такого Я не помню Видите Цветочки Растут Замечательные Так вот Владимир Василий Стасов Посмотрел Концерт Славянских Композиторов Который проходил В здании Думы И вот Тогда он написал Что это такая Еще маленькая Но уже могучая Кучка Оттуда и пошло Слово Могучая кучка Он Очень Проникся Есениным Ну естественно Потому что Стасов Он вообще был За все Русское Русское Любил Загуглите Ну давайте Ладно Я подставлю Потому что Мне вот Эти истории Как бы Типа Ну людям же Лень Набирать пальчиками Портрет Репина Знаменитый Стасовский Где он В такой Красной Рубахе В красной Прекрасной И Есенин Он писал Что он Себя Сделал Сам Он На самом Деле Ни разу Не был Таким Наигранным Пастушком Или Там Знаете Вот этим Лёлем Лелем Когда Маяковский Его встретил Он так Спросил Сразу Что Это Для Рекламы И Говорит Бьюсь Об заклад Что Скоро Вы Эти Свои Петушки Гребешки Закончите Вот Видите Какой Постоянно Показывают Эти Мощные Контерфорсы Которые Усиливают Здание А вот Этого Здесь Не было Кстати Вот Это Новенькое И С Видите Со Старом Временам То есть Сначала Вы Его Греете А потом Гладите Он Остывает И Его Снова Греете Есть Что Ну Вот КВ Не знаю Кто Так КВ Но Надо Загуглить Может Хэштег Надо Какой КВ Надо Какой Более Узнаваемый Ник Себе Придумать Потому Что Это Может Быть Танк В конце Концов И Здесь Конечно Чтобы Не Шарились Всякие Яки В прошлый раз Опять-таки Этого Не было Видите Поставили Хотя Это Прекраснейший Закуток Счастья Куда Конечно Все Хотят Зайти Поссать Но Мы Не Поссать Зайдем Просто Показать Что Здесь Происходит Вот Там Маячок У нас Видите 25 06 05 Встроен В Трещину Но С тех Пор Слава Богу Дом Не Не Гуляет И Соответственно Происходили Концерты Вот этих Наших Русских Поэтов Есенин Приходил Даже В Главный Поэтический Салон Той эпохи К Зинаиде Гиппиус И Соответственно Дмитрию Мережковскому Он Их Жутко Потом Терпеть Не мог Вот За Их Знаете Такое Надменное Отношение Снисходительное Отношение К Этим Русским В кавычках Поэтам Приходил Он Не в этот Дом Мурузи Приходил Он На самом Деле В дом На улице Чайковского Который Одним Своим Фасадом Смотрит На Таврическую Улицу Они туда Переехали В 1113 Году Поэтому Бродский Когда писал Бродский Жил В комнате Которая В квартире Где раньше Жила Как раз Зинаида Гиппиус Бродский Писал Что Там Зинка Свесившая Проклинала Редакционных Солдатов И матросов Нет Он Ошибался Откуда Ему было Знать Потому что Интернетов Не было И Все это Слухами Полнилось Так вот Малоизвестный Факт Советского Время Заключался В том Что Есенин В 16 Году Был Мобилизован И Такой Соответственно Служитель Царского Села Как По-моему Ломан Его фамилия Он Устроил Ему Службу В Санитарном Батальоне Которому Покровительствовала Царская Семья В частности Соответственно Непосредственно Императрица И Дочери И Есенин Даже Один раз Написал Им Стихи Про Царевин И ему За это Царица Подарила Золотые Часы Но Вот Этот Вот Его Благотворитель Решил Что Что-то Как-то Жирно Ему Золотые Часы Причем Фирме Буре Конечно И Выдал Ему Простые Часы Об Это Выяснилось Случайно Когда Стали Разбирать Бумаги Этого Ломана После Февральской Революции И хотели Соответственно Вернуть Есенину Часы Но Уже Было Поздно К Кесенин Мы Еще Вернемся А Вот Здесь Висит Абсолютно Неприметная Мемориальная Доска Что Здесь С 1927 По 1938 Год Жил Работал Выдающийся Советский Писатель Самуил Яковлевич Маршак Это Правда Давай Вернемся Обратно И Маршак Был Одним Из Немногих Кто Вместе С Шустаковичем Чуковским Заступался Забровского Он прекрасно Понимал Что Во-первых Это Идиотия Плюс Он Прекрасно Помнил Судьбу Таких Замечательных Поэтов Как Хармс Заболоцкий В общем Всех Этих Абариутов Которых Он Привлекал Своё Детское Издательство Детгиз В Ленинграде Существовала Мощнейшая Литературная Школа Именно Детская Ну По детской Части Почему Потому Что Это Возможно Что-то Экскурсии Прервёмся Алло Здравствуйте Да Приходите Завтра Хорошо Да Пожалуйста До свидания Экскурсия Просто Через Два Часа Поэтому Может Срочно Не могу Не ответить Да Ну Повесились Мемориальная Доска Мы ещё Покажем На самом деле Стихи Маршака Мы читать Не будем Мы прочитаем Потом В конце Он ещё Был знаменит Своими переводами Английских Поэтов Так вот Самуил Яковлевич Маршак Он Был таким Корифеем Вот этой Вот Детской Поэзии И Настоятельно Например Хармсу Который По сути Очень не любил Вообще-то Детей Настоятельно Рекомендовал Ему Перейти В этот Детский Лагерь Потому что Это было Максимально Безопасно Ну то есть Вот В детской Литературе Можно было Делать то Чего Соответственно Сложно Что было Сложно Делать В литературе Взрослой Вот этот Балкон Знаменитый Где у нас Деточка Где у нас Бродский Ну если вы не боитесь Потому что Это заразная вещь Да Да У вас могут Волосы Вздыбиться И вы будете Это В таком же Непотребном виде Что с рукой? Сломала В локте Так Как вы умудрились Руку слонать? В полах В лесу Все трезвые Но трезвые Но это неинтересная история Но если бы пьяно Все было бы нормально Давайте Фото с обезьянкой Бесплатно Причем Вот Есть огромное количество Фотографий Которые сделаны С этого балкона Несколько из них Я сейчас Вам подставлю У Бродского Отец был Вообще-то Военный фотограф Соответственно Умел это делать И Маршак Он До революции Салдагой сборник Сианита Назывался Но он вообще Понятно какой Национальностью Которая не очень Приветствовалась В эпоху Иосифа Виссарионовича После Войны Потому что шла Вот война С этими безродными Космополитами Которых так Подозревал Господин Лернер Хотя он сам Собственно Из этой же Национальности Ну вот такие происходят Метаморфозы Карл Маркс Был один из самых Известных Антисемитов Хотя сам из этих Поэтому Маршак естественно Старался Он скупал Экземпляры Вот этой книжки Сианиты По всему городу Чтобы не дай бог Она не попала В поле зрения Понятно каких органов Ну и он Вот Мемориальная доска Видите Повешенная Не так давно Я думаю Что Господин Лернер И господин Бобков Вертятся в гробах Вот от этого Ну туда им и дорога На самом деле В этот адок Где они пребывают Я думаю В наше время У Маршака Секретарем работал Некий Познер Да-да Тот самый И он вспоминал Что вообще-то Самуил Яковлевич Был очень Ну такой Прижимистый человек Даже Когда У него Домработница Как-то заикалась Про Некую добавку К жалованию Он говорит Ну Деточка Мы сами Это в общем-то Конечно Не слепо на воду Перебиваемся Но Тяжело нам Вот С Корнеем Ивановичем Мы реально Подрабатываем Зоопарки Я уж не помню Кем там Допустим Я крокодилом А он бегемотом Он говорит Да вы что Серьезно И сколько платят Ну сколько Ну вот мне платят За это 300 рублей Чуковскому 250 Так и выживаем И Второй Малоизвестный Факт Из жизни Маршака О котором я тоже Не знал Естественно В советское время Потому что У меня дома Был Такой Классический Четырехтомник Маршаковский Был Трехтомник Классический Пушкина Который стоял В каждом доме Ну вот Маршаковский Это четырехтомник Стоял не в каждом доме Но я в свое время Поразился На самом деле Действительно Некоторым его Сатирическим стихам И Некоторым Соответственно Его переводом Он одно время В белой Эмигрантской среде Писал Довольно Анти Большевистские Стишки Это продолжалось Крайне Недолго Здесь вот мы Перейдем И он естественно Тоже постарался Максимально быстро Об этом этапе Своей жизни Забыть И Чтобы Ничто Об этом Не напоминало И был эпизод В его биографии Связанный С цензурным Вмешательством Вы же все Прекрасно знаете Его самое главное Произведение Там Ну допустим Мистер Твистер Бывший министр Мистер Твистер Миллионер Да Владелец Заводов Газет Пароходов То есть Вот это вот Заводов Газет Пароходов Это стало Просто Классикой Жанра Так вот Даже в эту Прекрасную Детскую Поэзию Все равно Дышалась Советская Цензура И заменила Одно слово На другое Слово Рожа На слово Лицо Здесь вот у нас Поэт Писатель Константин Александрович Федин У меня Есть С собой Такая Книжка Советская Еще Путеводитель По Литейному Проспекту И вот Здесь В этом Путеводителе Как раз Перечислено То Какие книжки Замечательные Этот Федин Написал А теперь Задайте себе Вопрос Вы Сами Читали Писателя Федина Хоть раз Или нет К слову Да Ну и вот Здесь Абсолютно Неприметная Мемориальная Доска О том Что здесь В 17-18 Годах Жил Сергей Есенин Значит Мы зайдем Сейчас Во двор Это был Первый Последний Самостоятельный Адрес Есенина У нас Здесь Раньше Был клуб Джимми Хендрикс А теперь Какой-то Джей Блюз Клаб Я вам Хочу Показать Соответственно Господи Они вас Преследуют Эти люди Или это Уже Другая Группа Я вам Хочу Показать Черную Лестницу А Это Кстати Очень хороший Гид Давайте Мы Прорекламируем Его Можно Вас прервать На секундочку Молодой человек Вот Хочу Прорекламирует Очень Хорошего Гида Здравствуйте Вы Павел Перец А вы К сожалению Забота Вот Но я Вас Помню Здравствуйте Показывает Кстати Проект Енакиевский Да Болинский Строил Этот дом Есть Еще Отличные Картинки Рекомендую Загуглить Где На Красной Площади Проходит Очень долго Думали Давайте Мы спросим Вот Что Как вы думаете Где Находится Вот Это Я уже сказал Ну Да Это На самом Деле Так Они Не Пришли Потому Что Это Очень Похоже На Измаиловский Собор Но Это Как Б Фантазия Архитектурная Ну Ладно Не буду Отвлекать Московская Московская Городская Городская Дума Сказала Если Вы Читали Мой роман Корень А если Не читали То Прочтите Вот Это Та Самая Черная Лестница Через Которую Один Из Главных Героев Скинхед Он У Нас Там Безымянный Проникает С Топором Чтобы Убить Главного Героя И У Них Там На Кухне Происходит Стычка Потому Что Это Классическая На Сам Дели Конфигурация Доходного Дома Это Черный Подъезд Который Кстати Сейчас Закрыт А раньше Он Был Открыт Я Знаю Потому Что Я Жил В Эй Квартире Пойдем Сюда Вы Заходите Через Главную Лестницу Выпадаете В Коридор Длинный Длинный И Там Он Дальше Заходит Направо Буква Г Где Окончание Буквы Г Там Кухня И С этой Кухней Черный Подъезд А Белый Подъезд Что Интересно Находится Вот Там Но Это Не Та Это Не Та Дверь Я Сейчас Покажу Ту Ну Что Есть А Я Не Расскажу На самом Деле Потому Что Вот Здесь Она Находится Эта Дверь Нет Приседина Мы Конечно Сейчас Расскажем Здесь Она Находится Вот Туда Надо Проникнуть Вы Сюда Не Проникнете Потому Что Балкон Описанный Моем Романе Вот Вот С него Соответственно Главный герой Наблюдал За Противоположной Стороной Улицы А Заходить Можно было Вот сюда Но Опять-таки Вы Сюда Не Зайдете И Даже Я Сюда Теперь Не Попаду Так Вот Есенин Здесь Жил Вместе С Зинаидой Райх Они Поженились Достаточно Быстро Вот Портрет Райх С Детьми Это Есенинские Дети Это Русские Поэты Видите Клюев Есенин Новонов Видите Клюев В этой Постоянной Своей Рубашки Традиционной Вот Это Они Ж Есенин Райх Познакомились Они Где Можно Об этом Узнать Прочитав Вот Эту Книжку Некого Павла Перца Они Познакомились На Неском Проспекте В газете Дело Народа Это Была Серовская Газета Вот Написать Мерингоф Писал Про нее Что У нее Лицо Как Тарелка Плоская И В общем Про ее Пятую точку Тоже Нелестно Отзывался При этом Художница Софья Вишневская Писала Жена Всеволода Вишневского Это Вот У нас Такой Автор Пойдем Сюда Замечательная Оптимистическая Комедия Прямо У нас Синхронизация Сегодня Нашего Тура Ну Бывает Она Писала Мне нравились Ее внешность Ее прелестные Как вишни Глаза И веки Как два Лепестка Необыкновенная Матовая кожа Абсолютной Женствой Действительно Была очень Красивая Женщина Но Есенин Бросил ее С двумя Детьми И он Как-то Очень жестоко С ней Обращался Они Встретились Один раз В поезде Он ехал В одну сторону Они ехали В другую сторону Встретились На остановке И он даже Не пошел На этих детей Несчастных Взглянуть Ну Судьба У Зинаиды Райх Была печальная Она вышла Замуж За Севолода Майерхольда Играла У него Ну и Собственно Когда начались Уже Не совсем Веселые времена Это при том Что Севолод Майерхольд Был абсолютно Сопроцентно Оцерковленный Как бы Коммунистический Режиссер Ходил там Кожане На первом Этапе Мечтал Соответственно Возглавить Все московские театры А потом Все театры страны Майерхольда Репрессировали Лупили его Соответственно Жгутами Как он писал В своем письме Райх зарезали В их собственной квартире У них была квартира В Брюсовом переулке И она умерла От потери крови Уже в каретинской Помощи Ну а Есенина не стало В 1625 году Судя по всему Ему помогли уйти Есть разные версии Есть Зиновьевская версия Есть Зиновьевская версия Кто-то вообще на Сталин На собак вешает Но я вот конкретно В этом случае Мне кажется Восемьеву Сиреновичу Пациенты ни при чем А здесь у нас Еще один Памятник Довольно на самом деле Знаковый Это памятник Некрасову Но это памятник 1922 года Он поставлен В рамках Ленинской Миноментальной пропаганды Это была эпоха Когда нужно было Срочно Срочно Наслаждать Новые Как бы Образы Новых героев Потому что Некрасов В царское время Был персоной Такой Очень На тоненького При этом Достаточно Успешный Менеджер Книгоиздатель Журналист Нельзя его Конечно Назвать Гусинским Своей эпохи Но Он Знал Толк В медиа И об этом Мы поговорим Еще Сейчас мы Прервемся Потому что Мне кажется Самое время Прочитать Какое-нибудь Сихотворение Есенина Так вот Заканчивая мысль Про ту Квартиру Которую я сказал Это было Соответственно Их первое Совместное женье Зинаиде Райх Некоторые Меня ругают Что у меня Мысль скачет С места На место Да Меня за это порят На самом деле Вечерами Вот Чем ты сегодня Меня будешь пороть Розгами Или плетьми Плетьми Сегодня меня будут пороть За это плетьми Так что вы не переживайте Меня за это наказывают Очень жестко Молодые девушки А я Стану и ору От этого Если кто-то из вас Захочет этим заняться Тут надо конечно Пройти определенный Обряд инициации А он очень сложный Соответственно Они сняли Там две комнаты Две комнаты Выходящие Окнами во двор И поженились Они вообще спонтанно Да То есть Ехали на север Решили пожениться И денег не было Райх послала Отсутствие на телеграмму Вышли 100 Выхожу замуж Ну то есть Вышли 100 100 рублей Вот они купили На эти 100 рублей Подвенечное платье Кольца На цветы Уже денег не оставалось Поэтому Есенин цветы Нарвал в поле И подарил Их своей Молодой супруге Но вот Как-то у них Довольно быстро Жизнь не задалась К сожалению Ну и финал был довольно печальный По этому поводу Стих До свидания, друг мой До свидания Милый мой Ты у меня в груди Однозначенное расставание Обещают встречу впереди До свидания, друг мой Без руки Без слова Ни хмурь И ни печать бровей В этой жизни Умирать Не ново Ну и жить Конечно Не новей Ну а я тем временем Хочу вам зачитать афишу Ту самую Афишу Концерта Который Происходил В Тинежском училище Куда когда-то Набоков Молодой Володя Набоков Прижал На собственном автомобиле Но с шофером, конечно Концертный зал Тинежского училища Маховая 33 Воскресенье 25 октября 2015 года Вечер Краса Это объединение Поэтическое так называлось Сергей Городецкий Зачальное пресловие Вот так вот они и здесь сняли Зачальное пресловие Ржаные лики Алексей Ремезов Слово Сергей Есенин Русь Маковые побаски Николай Клюев Беседный наигрыш Изменные песни Или даже, наверное, избянные Может быть, песни Александр Ширяевец Сергей Клычков Павел Радимов Трирядница Прочтет Абель Коньков Любомирская Рязанский Занежский Чистушки Канавушки Валенки И страдания В копках Подливинку Ливинка Ну-ка загуглите, что это такое Начало В половину девятого Ну вот, соответственно, как вам Такое И еще хочу вам, соответственно Прочитать Сейчас Где же оно, где же оно В общем, я все его не помню Но там есть замечательные строчки Вот пахнет рыхлыми драченами У порогов девушки в квас Чего-то точеными тараканы Лезут в паз Ну вот Да Слово драченый Как вы думаете Что обозначает Я об этом уже рассказывал В одном из своих выпусках Где же оно у меня тут было-то Всегда, когда надо Вот стихотворение какое-то Найти в какой-нибудь книжке Вот когда оно не надо Оно Всплывает Когда оно понадобилось Его нет Ну почему такое Вот оно Пахнет рыхлыми драченами У порогов девушки квас Над печурками точеными Тараканы лезут в паз Мать с ухватами не сладится Нагибается низко Старый кот к моходке крадится На парное молоко А в окне На сене скаты От пугливой шмоты Из углов щенки кудлатые Заползают в хомуты Ну и соответственно Весеним задавали вопрос Что такое дежка Что такое моходка А он им разъяснял Причем на самом деле Если вы думаете Что Вот эти слова Он привез из своей Так сказать Деревни Он многие слова Сам высматривал В словаре Того самого Дали О котором У меня кстати Есть выпуск В серии Нижний с перцем Ну а Что касается Некрасова Тоже ведь Когда Было Время тяжелое Занимался Рекламными стишками Для купцов Как он Писал То есть Копирайтом Дело в том Что Гостиный двор Он довольно долгое время Не отапливался И света И света Там не было И нужно было проводить Газ И вот Была такая Соответственно Рекламная Ходовочка Некрасова По поводу того Что этот газ Наконец провели Тишки Надо сказать Мягко говоря Не айс Но Голод не тетка Ты не такое Соответственно Напишешь Вот это у нас дом Пашкова Так называемый Мы сейчас Мимо него проходят И вот Господин Дамиров Как раз о нем Рассказывает Мы прям По стопам Идем Здесь находилась В свое время Ну то есть Он был построен Для родмистра Пашкова Который потом Продал его Жандарму Орлову А тот Соответственно Продал уже В казну И здесь был Департамент уделов Департамент уделов Занимался Соответственно Делами Грубо говоря Всего владения Царской семьи И здесь Возле Крыльца Периодически Толпились Вот эти крестьяне Приходившие Решать свои вопросы Их разгоняли Дворники И Некрасов Который жил Вот в этом доме Он написал Звумнительное Стехотворение Парадного подъезда Ему об этом Намекнула Авдотья Панаева Безумно красивая женщина Я вам сейчас Даже покажу Она списала В своих воспоминаниях Что она показала Ему эту картину И вот он ушел Через два часа Принес это Стехотворение Дом этот характерен Тем, что здесь есть Аж четыре Мемориальных доски Значит Та посвящена Естественно Николаю Васильевичу У нас Николай Александрович Добролюбов Каждый раз На своей экскурсии Вот в прошлый раз Спрашивал Стоял почти 50 человек Кто читал Добролюбова Ни одной руки А между прочим Его именем У нас много еще названо Вот проспект Добролюбова У нас есть Больший проспект На секундочку Александра Второго Дальше Вот у нас С правой стороны Пирогов Но самая интересная Мемориальных доска Посвящена Николаю Николаевичу Фигнеру Дело в том Что Фигнер Вот конкретно этот Это брат Тот самый Веры Николаевны Фигнер Которая Когда он здесь Соответственно Проживал Тарабанила Срок в Шлиссельбурге То есть Сестра Террористка Принимавшая Участие В убийстве Александра Второго Сидит В тюрьме А ее брат Оперный певец Звезда Императорских Подмостков То есть Он поет Со всей Так сказать Пройдем Немножко Дворами Обласкан Царской семьей Имеет Серегалии Вот У меня есть Опять-таки В серии Невский с перцем Я рассказываю Про то Как он Например Выступал На Нижегородской Ярмарке У него там был Театр свой Театр На Нижегородской Ярмарке То есть Представляете Как Оно Бывает Очередная У нас Вент-шахта От бомбоубежища Очередной Ошалевший От жары Котик Ушедший Ну и Соответственно Это Наказание Для Троллей Которые пишут Плохие комментарии В интернетах Их собирают Сначала Сначала Перед этим Меня публично Порят А потом Их сажают Вот на Кую штуку И Заставляют Крутить Колеса Мы сейчас С вами Выйдем На улицу Белинского Был у меня Знакомый Володя Белинский У него Был такой Клуб Wildside Довольно Известный В свое время На Нарской Ну это Уже эпоха Там Всех Этих Горы Клубов Грибоедова И так далее И он Как-то Ему нужно было Какую-то там Получить Справку А там Когда приходит Ждать Справку Естественно Спрашивают Твою фамилию И большинство На самом деле Не мудрство Лукаев Говорят Моя фамилия Белинский Ну потому что Улица Белинского Они говорят Да вы достали Да я серьезно Белинский Показывает ей Паспорт Но мы Выйдем с вами К Дворцу Зинаиду Юсуповой Это не та Зинаида Юсупова Которая Зинаида Николаевна Юсупова Мать Феликса Юсупова Это Зинаида Ивановна Юсупова В девичестве Нарышкина Сейчас я покажу Вам портрет ее Которая вышла За Бориса Николаевича Юсупова И Там Куточек один Прекрасный Тоже есть И построил Для себя Дворец Который Для нее Изначально Должен был Построить Гарольд Босс И Гарольд Босс Это тот же Самый человек Который построил Дом Пашкова Видите Место Где писают Кондиционеры Вот здесь Вот И он должен был Строить Дворец Для Собственно Ее Но Что-то Они там Не сошлись И она Наняла Молодого Архитектора Людвига Бонштеда Людвиг Бонштед И я Об этом Даже рассказывал В одном Из своих выпусков Про Берлин Про Берлин Он выиграл Тендер Как бы мы сейчас сказали На постройку Буддхстага Буддхстага Рейхстага Господи Ну я не Шпрехен Зе дойч Абсолютно Зе дойч Видите Английский Из меня Не вытравить Никак Шпрехен Зе дойч Ну там Сучилась Такая история Что он Этот тендер Выиграл Денег не было И потом Соответственно Когда Вот Видите Вот этот дворец И когда Нужно было Принимать решение Выяснили Что дворец Уже морально устарел Ему предложили Еще раз Поучаствовать В конкурсе Он конечно Оскорбился Но принял Участие Практически Переделал Свою старую Постройку Изначально Ну мы вот Что знаем Со словом Бремен У нас Какие ассоциации Бременские музыканты А вот это Вот у нас Было облицовано Бременским Песчаником И Конечно Если мы посмотрим На гравюру Изображающую Изначально Этот дворец Он был прекрасен Он был чистый Он был такой Светло-желтенький Практически Но вот Во что можно превратить Замечательное творение Значит Зинаида Иванова Ясупова Она В свое время Пошла на Небывалый Риск Она Это была Николаевская эпоха После одного из балов Вместе с Несколькими Своими подругами Такими же Великосветскими Барышками Заехала В ресторан И О боже Заказала Ужин И они Начали его есть Ну и что Спрашите вы Ну дело в том Что это была Эпоха Когда Женщины Не ходили Ни по ресторанам Ни по кафе Максимум Что они могли сделать Зайти туда Сопровождение мужчины И то Это было Строго Ограниченный Набор Ресторанов Где это Можно было сделать Скандал Приехали мужья Их забрали Дело дошло До императора Но он Слава богу Ужалился И Ясупова Никак не пострадала Хотя С той точки зрения Это был Самый настоящий Акт Феминизма Потом У нее был Роман С одним офицером Здесь А потом Сам Феликс Юсупов В своих воспоминаниях Написал Так уйдите Что у нее был Роман С народовольцем Да Который сидел Там На территории Финляндии В крепости И она специально Сняла Особняк Напротив Этой крепости И они Тайно встречались И потом Когда здесь Уже в советское время Делали ремонт Нашли Там в одном Шкафу Забальзамированный Какое-то Тело Скелет То есть Она Видать Там Хранила Потом Тело Этого Своего Любовника Короче Полнейшая Ересь Но Юсупов Феликс Пишет Об этом На голубом Глазу Это Вам Намекает На то Как Как Нужно Относиться К Мемуарам Потому Что Если Относиться К ним Со 100% Доверием То Очень странная Картина Может Получиться Я Всегда Здесь Показываю Вот На этих Кариотит Обратите Внимание Что У них Сверху Груди Груди Да Накидка И Торчат Видные Соски Это Понимаете Эпоха Отсутствие Порнухи И Ну А Люди То Не меняются Со временем Всем хочется Как бы Секса И дрочить Извините За такой Высокопарный Стиль Но Опять-таки Я знаю Что Кроме Меня Этим Никто Больше Не занимается По Жизни Вот Поэтому Я могу Спокойно Об этом Говорить У меня Даже В принципе Были Молосатые Ладошки Но Я их Побрел Перед Экскурсией И Когда Человек В той Эпохе Ходил По Городу И Наблюдал Вот Таких Кариотит Ведь Это Очень Сильная Такая Экзальтация То Это Усиление Эротического Эффекта Если Бо Даже Он Сдел Вот Снизу Корсет Был бы Не Такой Эффект Потому Что Вот Я Не буду Называть Этот Паблик Уродский Я Когда Работал В интернет Агентстве Я его Мониторил На Предмет Того Чтобы Понимать Вообще Чем Живет Определенная Часть Молдежи И Подростков Так Парикмахерский Салон Почему Так Закрыто Он Уже Открыто И Получилось Так Что Они Вот Своих Моделей Фотографировали Именно В таком Виде То есть Они Накидывали Сверху На Сиськи Вот Эту Накидочку И Вот Этот Вот Низ Он Как Усилял Этот Эротический Эффект Ведь Законы Эротики Говорит О том Что Должна Быть Какая Недосказанность Да И Какой То Вот Определенный Эффект Не Зря Иногда Девушек Вот Сфотографируют Не Просто Голыми А В Каких То Там Не Знаю Аксессуарах Вот Любит Бонштет Сделал Такую Кариатиду Специально Для Того Чтобы Все Ходили Взирали На Нее И Особенно Мурской Пол И Обалдевали Посмотрите На Эти Чудесные Кессонированные Арки Прямо Как Вот Заходим Во Флорентийское Палаццо Это Дворик Который У нас В Петербурге Называется Сен-Жермен С Какого Перепугу Я Не Знаю Я Водил Экскурсии По Парижу Много Раз Действительно Есть район Сен-Жермен Депре Депре Это Луга Святой Герман В лугах По Названный Так По Пойдем Туда По Святому По Монастырю Который Там Был Этот Монастырь Разграбили И Разбомбили В эпоху Великой Французской Революции Ну То есть Закон Революции Действует По Канону И Этот Двор Конечно Надо было Назвать По идее Поли-Рояль То есть На поли-Рояль Он похож Безусловно Но Никак Не Сен-Жермен Извините Но Поскольку Название Это было В советскую Эпоху А в советскую Эпоху Никто В Париж Не ездил То По Какому-то Наитию Видите Здесь у нас Фонтанчик Бьет Сюда Очень любили Захаживать Как раз Если Пойти Туда И прийти К Невскому проспекту Мы сейчас Туда не придем То мы Упремся В бывший Сайгон Вот сюда Приходили Соответственно Люди Распивать Алкогольные Напитки Потому что Здесь видите Так Тихо Свободно И Мухи Не кусают Там у нас Сохранились Видите Такие серые Ворота Это Конюшенные Сараи А нам Очень интересен Ну во-первых Очень интересна Вот эта ограда Вот я Кстати Тут водил Экскурсию Спрашивал На что она Напоминает Что она напоминает И люди Многие ответили Ну потому что Это прям очевидно Решетка летнего сада Она очень похожа Ну не Фельтон Конечно С Егоровым Но очень близко Вообще Вот эти вот Корпуса Были построены По проекту Замечательного Архитектора По фамилии Хренов Несмотря на Неблагозучную фамилию Он был прекрасен Во всех отношениях Ну и это Такая попытка Сделать Облагороженную территорию Чтобы вот эти квартиры Стали виповыми А вот в этом Маленьком флигелечке После революции Расположилось Тео Театральное объединение То есть Ну большевики Они естественно Очень правильно проводили Идеологическую Свою политику И вот это вот Тео Возглавляла Госпожа Андреева Андреева Это была та женщина Прекрасная Актриса Великолепная По которой Сох у нас Савва Морозов Сох он до тех пор Пока Не выяснилось Что Андреева Спит с Горьким Выяснилось Это случайно Он собственно Немхату В принципе Деньги давал Потому что Андреева Была там Одной из ведущих Актрис Ну и у Андреевой Именно в квартире Андреевой На воздвиженке Это угол воздвиженки Театрального Проезда У меня есть об этом В лекции про Горького Которую я читал В Нижнем Новгороде Там У них приходили Прекрасные Ну во-первых Это был координационный Центр Во время Вооруженного восстания 1605 года Ну то есть Центр Такой Координации террористических актов У них там ночевали боевики Кавказцы На Медведях шкурах У них там проходили Мастер-классы По сбору бомб Ну и Самая моя любимая история Там Сосед снизу Поднялся Действительно Тайный советник Сказал Знаете У меня жена Она очень нервная А у вас тут люди Упражняются стрельбе И у нас вот В наш Рояль Пуля попала И действительно Они там прямо в квартире Они представляете Устроили тир Какая прекрасная Картина Мира Обратите внимание Что у нее Из рога Это все льется Сейчас такая погода Что хочется Прям туда залезть Но я сегодня Уже купался В Зале Вестинском Ну и соответственно Боревестник Революции Жил А квартира Это что-то прикол Принадлежала Даже не самой Андреевой А ее первому мужу Который Ну Был достаточно Прогрессивный Для того времени И Сделал я Отдельный вид На жительство То есть Как все Хитро замешано Ну и потом Соответственно Она вот здесь вот была И Писала например Письмо Блоку Извинялась Что пишет на бланке Потому что бумаги нет Настало такое время Что уже не стало Ни бумаги Ничего Это вот эпоха Военного коммунизма Здесь у нас есть Фонарь Мимо которого Многие ходят И даже не замечают Его А ведь если Приглядеться Вот сюда Мы увидим Надпись Ф. Сангали Это Франц Карлович Сангали Это фонарь Сделан на его заводе Который базировался На Невском Базировался На Лиговском проспекте А на Невском Располагался Его магазин Здесь у меня Про это сказано Потому что Франц Карлович Сангали Это человек Ну мало того Что он Изобрел первую батарею Да Которая сначала Назвалась Харскерпер Но он же Потом Делал оборудование Для публичных туалетов И говорил Что Ну его за это троллили А он говорил Ну а какая разница Это на самом деле Я Готов городу послужить И Вот эти клеймы Мы можем с вами наблюдать Еще И на решетке Например Тройского моста Такие же фонари Есть у нас На Васильевском острове Я когда-нибудь там Сделал тоже видеопроходку Вокруг Родильного дома Отто Ну а мы с вами Нифига себе Уже без десяти четыре А у меня пять экскурсий Надо бы конечно закругляться Но мы с вами должны зайти еще Конечно В один адрес И мы туда так и зайдем Мы сделаем это Это то что Называется у нас Фонтанный дом То есть это уже Адрес связанный Вот у меня есть еще Вот такая вот книжка Ахматова в Петербурге Кстати мне не понравилась Она очень Ну Не структурированная Она То есть там вот Автор по фамилии Хоренков Дм Дмитрий наверное Да Скачет постоянно С эпохи в эпоху Ну то есть она И в хронологическом плане Написано Как это на Ну Если это туристу А Ленинграде То есть Ты хочешь какую-то Внятную структуру Но нет Здесь такого нет К сожалению Но Значит Ахматова Это Такая женщина Которая Вот в эту эпоху Оттепели Оказалась Самой настоящей Королевой Серебряного века Вот я до сих пор Вот я представляю Вот этих молодых парней Не только Бродского Там их было много Там и Волков И И И Гордин И все остальные Ребята Которые приезжали к ним В эту будку В Комарово Как она называлась Удачу Ну что Побаловать вас Еще одним Витком Давай Ладно Зайдем сюда Пройдемся здесь И вот они приезжают И видят Эту царственную Пожилую женщину У которой был муж Гумилев Которую голой Рисовал Модельяне Которая знала всех И Гиппиус Тоже самое И Есенина Того же самого И весь этот Серебряный век Потому что Всеми Как там Всеми страницы Всеми блудницы Как там Ты помнишь эту строчку Нет Про бродячую собаку Нет Всеми бражники Всеми блудницы Башка дырявая У меня на тему стихов Всегда Завидую людям Которые вот Стихи учат Вот на раз Я вот выучу И все И через два дня Я забыл все Кроме там двух слов Ну В подвале Бродячая собака Это было написано Вот я просто Ради вот этого Привел сюда Видите Здесь Дядька Черномор С такими глазами Будто он Все окрестные закладки Нашел и употребил Ну а этот На него Видать Из наркоконтроля Взирает И говорит Дядя Ну Ты че Так нельзя Видите Зато такие красивые Голубые глаза И там на самом деле Есть еще второй двор Он очень интересен тем Что там Прямо живопись На стенах Видите Закончил Я естественно Проклинался Потому что Все опять было Суббурно Неинтересно Как мне Каждый раз Мне кажется Что я рассказывал Какую-то ерунду А людям Некоторым нравится Ну некоторым Некоторым не нравится Тем не менее Мы вернулись Именно на эту точку Потому что Здесь есть Пару моментов Которые конечно Надо отметить Во-первых Надо посмотреть На сам этот дом Пашкова По мнению Нашего замечательного Искусствоведа Пунина Книжку которого Я периодически Показываю Это первый дом В Петербурге С обнаженной Кирпичной кладкой Потому что Видите Как бы Кирпич Как я в миллион раз Уже говорил Это был Неудобный На самом деле Материал Для Людей с понтами Да Ну типа Не хватило На штукатурочку Вот Тем не менее Я пользуясь случаем Хочу сказать Что продам кикер Обращайтесь И скажите Ты смотри Что здесь есть Это наверное Компенсация За то Что я Сейчас без раке За тот вот Есть такой Привет ребята Сегодня этот Пидор Расскажет вам Очередное Фуфло Поэтому Отписывайтесь И никогда Его не смотрите На самом деле Подарок Одной из моих Подписчиц У меня уже Такое Знаете Как в поле чудес Формируется Некий музей Там со всякими Перцами Ярокезами И так далее Я хочу вам Вот из этой Книжки Зачитать буквально Один небольшой Отрывок Квартиры 22 и 37 хранят память о литераторе В.Р. Зотове, хранителе Архива Народной Воли, сотрудничавшем с Герцином. Дальше тут, кстати, идет цитата того, что я уже рассказывал. Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Некрасов. Но на самом деле, если мы посмотрим на эти вещи под другим углом зрения, то мы выясним удивительную историю. И для этого нам надо обратиться к воспоминаниям Николая Морозова, одного из тех народовольцев, который был такой боевой ботан. Ему папа целый дом на Васильевском острове подарил, но он сказал, что нет, я пойду и буду заниматься революцией. И вызывает, кстати, уважение такая позиция, да, то есть люди, которым было что терять, это теряли, да, и хотели сделать что-то на благо народа. Потом он отторопалил вместе с Фигнер в Шестельбурге почти 20 лет. Ну и на самом деле, в отличие от Фигнера, он был довольно лоялен советской власти. Она тоже была лояльна, но лояльна вынуждена, ей очень многое не нравилось в том, что происходило. Но сейчас речь не об этом. Значит, действительно он жил здесь, и действительно Морозов пишет, что он сюда приходил, к нему. И я вам буквально сейчас парочку отрывков зачитаю, потому что если просто рассказывать про то, что тогда происходило, вам будет непонятен контекст. Но если мы переметнемся, допустим, в современность и попробуем представить такую же ситуацию сейчас, то у нас на самом деле возникнут ряд вопросов. Значит, он пишет, что я пришел к Зотову вместе с Ольхиным, это один из, так сказать, его укрывателей, на угол бассейной улицы. А раньше эта улица называлась бассейной, да, именно по этой улице шел человек бассейный с улицы рассеянной. Мы делаем мостик к нашему замечательному. Шел человек рассеянный с улицы бассейной. Видите, что происходит, да, со мной? Делаем мостик замечательный к... Делаем мостик к замечательному поэту. Мне кажется, иногда надо отдыхать. Просто вот соблюдать обряд молчания. Итак. Ты... Шел человек рассеянный с улицы бассейной. Так звучали эти строки. Написал их замечательный поэт Сумаил Яковлевич Маршак. Где он жил, этот дом мы видели, да. Значит, проспект Старинный, дом Краевского, где прежде была редакция отечественных записок. Сюда, кстати, ходил Салтыков Щедрин. Его дом есть дальше, но мы до него сегодня не дойдем. Действительно, Зотов, звали его Владимир Рафаилович, был секретарем газеты «Молва». И он там и работал, и жил. И когда Морозов первый раз к нему пришел, Зотов, во-первых, он шепелявил, у него теперь передние языки немножко оцепляли, и он, соответственно, вот таким голосом говорил. И он сказал, «Кто бы мог подумать, что на этом самом кресле, где во время моей юности сидели Пушкин, Лермонтон, Гоголь, в гостях у моего отца будет сидеть через 50 лет редактор таймер лиционной литературы, что бы подумали и они сами». Зотов, как пишет Морозов, высказывал полную симпатию идеям народной воли. А народная воля, я хочу напомнить, готовила убийство царя. И они договорились о том, что Морозов будет сюда приходить, он принес два чемодана, и эти чемоданы он оставил в самом начале коридора. Зотов жил и работал в конце коридора, и в случае облавы, когда бы эти, соответственно, чемоданы кем-то из полиции могли бы быть обнаружены, Зотов мог сказать, что это не он, это просто кто-то из приходивших оставил, а я тут ни при чем. И в итоге получилось так, что Морозов приходил к нему, они шли в дальний, соответственно, кабинет, им приносили по стакану чая, через 15 минут Зотов уходил, брал эти чемоданы, приносил, Морозов делал все, что и нужно было. Там, кстати, хранились все сообщения Клеточникова, это был такой крот внедренный в недр царского ФСБ, сидел на фонтанке непосредственно, и после этого он уносил их обратно. Так вот теперь контекст. Значит, это человек, который редактировал одну из ведущих, ну, не редактировал, он был секретарем, выпускающий редактор, по-нашему это называется, ну, я просто как главный редактор могу сказать. Значит, одну из либеральных газет того времени, это СМИ, СМИ, то есть, допустим, в наше время это мог быть какой-нибудь телеканал, ну, конечно, не уровня Первого канала, но вполне себе такой середнячок. И вот этот человек хранит у себя что-то, что связано с террористической деятельностью, выражает сочувствие, и на голубом глазу помогает этим прекрасным людям, которые, вот, убив Александра Второго, потом думали уже убить и Владимира Александровича, его брата, потом и наследника на престоле. Вот, такова была эпоха, таковы были нравы в то время, поэтому, на самом деле, когда меня часто спрашивают, откуда у террористов деньги, ну, мало того, что среди них были не бедные люди, то же самое, вот Морозов мой, упомянутый, но, как выразляется сейчас, cash flow, деньги текли рекой, особенно, вот, это было актуально в эпоху эсеров, когда после каждого теракта, там просто люди возбуждались нереально и засылали бабло пачками. Мы с вами вот про этот, соответственно, особняк уже рассказывали, про Зинаиду Исупову, кстати, у них там с Гарольдом Боссе случилась одна оказия, Гарольд Боссе, напоминает, это вот автор дома Пашкова, там дальше, кстати, есть на Чайковского, если пойти в конце Маховой улицы, а если быть точнее, в начале Маховой улицы, дом в таком нео Барокко, тоже по его проекту, почему-то он стал у Зинаиды Исуповой, уже когда все было в процессе и в работе, просить денег. Я не помню точную сумму, но, по-моему, там что-то шло в районе 100 рублей за то, что он все-таки какие-то работы сделал, какой-то проект поставил. Для нее это... ... ... ... ... ... ... ... ... ... человек с маленькой пищей. Для него... ... ... сделать, соответственно, экскурсию по Петроградке. У меня есть отдельный выпуск, где я показываю его совершенно сумасшедший дом с котиками. Тут может, кстати, вот так вот пройти. Вот видите, они постоянно любили лепить вот этого парня. Вот я каждый раз показываю и рога изобилия, и нашего замечательного Гермеса Меркурия, потому что это, как бы, ну, по мнению владельцев таких домов, притягивало вовло. И несмотря на то, что это уже начало 20 века, вот обратите внимание, все равно вот эта добанная штукатурка, да, все равно она присутствует, потому что казалось бы, уже все доказано, что кирпич это красиво, эстетично и самое главное дешево, но нет, мы давайте будем покрывать эти стены этим замечательным составом, чтобы туда мы не пойдем, мы пойдем сразу в садик, к которому мы не дошли в прошлый раз, но дойдем в этот раз. Садик этот на самом деле принадлежал вообще в свое время Шереметьевым, есть знаменитый фонтанный дом, он был назван так с легкой руке Анна Андреевна Ахматова. Смотрите, балерины идут, кстати, очень, я их постоянно вычисляю, потому что я живу рядом с Мариинкой, вот там вот ходят такие девицы, да, с такими вывернутыми вот этими вот, да, ну, хотите протестировать, прав я или не прав? Девушки, извините, а вы балерины? Я милого знаю по походке это называется. Я просто живу рядом с Мариинкой, и там постоянно вот ваши коллеги вот так вот ходят, прямые, как шпалы, и вот с этими носами, смотрящими под 45 градусов, а иногда и больше. Значит, Шереметьев, фонтанный дом, это копирайта Анна Андреевна Ахматовой, конечно же, да. сам дворец был построен Самой Чевакинским, мы его, конечно, с фонтанки не увидим, но всем известен, там такая прекрасная решетка, сделанная по правилу Корсини. Значит, вот это вот вход, который, видите, оформлен всякими разными росписями и прочими, блин, опять картинки забыл, специально нашел и забыл, ну ладно, подставлю. Но, прежде чем мы поговорим про Ахматову, тут надо сказать про вот эту пасторальную абсолютную историю, буквально в двух словах, если вы помните, Прасковья Жемчуговой. Ведь у Шереметьева была такая затея, как крепостной театр. А крепостной театр это вещь очень странная. То есть, с одной стороны, там могут играть действительно гениальные актеры, но поиграл-поиграл и бабах, ты опять у нас раб-хозяина. То есть, ты на сцене блистаешь, а потом нет. Вот здесь сделана отличная инсталляция со всякими реликтами советской эпохи. Вот, например, люди молодые современности совершенно не понимают, что ты мог с девушкой назначить встречу и ждал бы ее потом очень долго, потому что ты не мог ей позвонить. То есть, нет, ты не мог взять вот это вот, где, кстати, прорезь-то для монетки. Здесь она убрана почему-то. Ты бы мог взять этот телефон, позвонить ей домой, ее дома нет, и ты стоишь и думаешь, она у тебя в динаме или нет. Была у меня такая света, которая могла реально приехать через полтора-два часа. Да, это старые автобусные остановки, знаки автобусных остановок. Вот. это то, что очень любили поджигать хулиганы, потому что оно сделано из прекраснейшего материала под названием древесно-стружечная плита. Сколько я этого говна напилил в годы своей молодости, вы бы знали. Она у нее еще такой запах очень характерный. Я бы не сказал, что приятный, потому что она сделана на основе формальдегидных смол, а они очень полезные. Очень полезные для здоровья и для всего остального. Тут куча всяких вот этих звонков, потому что обростки жил в коммуналочке. Вот обувь очень стильная тех времен. Ну и дальше там стулья и так далее. Но нам надо бы вот туда подойти. Давай сейчас вернемся. Слышите, там мелодия. У меня, кстати, есть на канале отличная версия стиля хэви метал. Хотите, я помещу там в описании ссылку на нее. Если я забуду, то скажите мне, потому что я, естественно, забуду. Вот. То, мимо чего все обычно проходят. Она, конечно, не Жемчугова была, просто Шереметьев любил давать им такие фамилии, типа Гранатова, Агатова, вот что-то подобное. Ну, она была Жемчугова. У нее была такая, знаете, тема, ему, если девушка понравилась, он не вставлялся на свой платок, чтобы ну, как вы понимаете, он приходил, брал этот платок и уходил. Наверное, так все происходило. В общем, он ей тоже оставил этот платок. Она была совсем молоденькая, ну, совсем подросток. И вот нашла коса на камень. То есть, если он обычно, соответственно, ну, матросил и бросил, да, то тут вот реально влюбился. Влюбился и все, ничего не может с собой сделать. Она, причем, была образованная, действительно, безумно красивая. И они переехали сюда, в Петербург, вот тот дворец, который сейчас не виден за деревьями. Свет ее не принял абсолютно, потому что быть ты хоть с пятью высшими образованиями и филигранными манерами, но ты же, ты же бывшая рабыня. Кто с тобой будет вообще задним столом есть? Ну и к тому же Петербург не славился добрым климатом, поэтому она после родов довольно скоро умерла. Граф был безытешным, но что поделать, такова, соответственно, реалия. Вот тут у нас еще есть всякие замечательные штучки. Я помню вот эти замечательные люстры. Вообще Советский Союз был характерен тем, что дизайн, он был абсолютно, скажем так, универсальный. Ну то есть было там, не знаю, три-четыре вида шкафа, вот я помню в 50-х годах разводили такие из желтого ДСП шкафы, которые стояли везде. Такие вот печи, ну, можно всегда было наблюдать при входе, их должен был топить дворник или швейцар иногда. Ну вот это вот прямо кормообразующий элемент, да, трехлитровая банка. Боже, сколько я наелся этого дерьмища с тем, что привези нам трехлитровый банк. Потому что, конечно же, на даче и дома значит сюда огурцы, помидоры, вечно вот это закатывает. Тут еще, знаете, что не хватает? Такой штуки, такая хрень с ручкой, которая так вот банки, вот когда закатываешь эти крышки, а, крышки надо еще покупать. прикол в том, блин, вот я стук, и вот вспоминаешь, эти крышки еще не так можно было просто купить. Вот время, блин, иди вот, крышки, сука, от банок еще нафиг купишь. Ну, вот это вот тоже, как бы, стандартная история. Они были, вот буквально трех-четырех видов были такие жестяные коробки, где хранили всякие там крупы и так далее. Но это они уже, конечно, немножко поднаврали, потому что в советские времена даже помечтать нельзя было о колбасном фарше. Ну, это я уже показывал в прошлый раз, да, на эту дранку. Видите, здесь был Оси. Я в свое время сочинил гениальный стих. Иосиф Броски не любит клески, а любит Оси филе лосося. Но филе лосося, конечно, в то время тоже было особо не попробовать. Я помню, что бабушка моя иногда получала в наборах, вообще, знаете, что такое наборы, там спецраспределители, потому что была такая поговорка народ и партия единый, различные только магазины, потому что были вот эти спецраспределители, где ты мог купить нормальные продукты, а чтобы сделать, так сказать, как-то по-другому, должен был получить набор, там, значит, гречу, еще какую-нибудь хрень, и, там, не знаю, палку голбасы или вот палтус. Палтус. Палтус это был для меня, боже, копченый. Сейчас его даже не покупаю, ну, то есть, ну, не хочется, а тогда для советского ребенка это было что-то с чем-то. Да. Ну, и, собственно, здесь у Ахматовой после Гумилева, которого благополучно расстреляли, я об этом рассказывал во время экскурсии «Мистика», в кавычках, «Мистика» Васильевского острова. Яков Агранов это дело сфабриковал. Естественно, Якова Агранова тоже потом расстреляли, потому что а что вы хотите? И книги для буккроссинга. Ну, давайте я оставлю вот эту. Не уверен, что я буду читать. А, зачем вот эту? Я могу оставить здесь вполне хорошую книжку, абсолютно бесплатную. Я могу оставить здесь вот такую книжку, видите? Можете прийти сюда и взять бесплатную. Либо купить у меня на сайте. Она хорошая, смотрите, вот здесь много всяких иллюстраций про каждый дом Неского проспекта. Офигенная верстка. Тут, кстати, даже есть про Клеточникова, про того самого, про которое рассказывалось где-то у нас ближе к 80-му дому. А вот, кстати, у нас Александр Михайлов, который сменил Морозова на на этапе похождения к Зотову. Пресняков, Тихомиров, который потом переметнулся и стал предателем Родины. Ну, то есть он стал очень таким охранителем. А где у нас Клеточников-то? По-моему, пораньше он у нас был. Потому что на углу с бывшей Надеждинской возможно здесь я его и не найду сейчас. Ну, в общем, вот купите и найдите. 78, а где дальше там? По-моему, в 80-м. Вот. В общем, масса всего интересного. Итак, кладем эту книжку. Да. Это у нас теперь книги «Буккроссинга». Кладу вот эту книжку сюда. Дальше. Сюда же я кладу вот эту книжку. Мы вот много говорили про промывку мозгов, про всяких там вот этих Яков Лернеров и прочих. Вот эта книжка про промывку мозгов, да, про то, как Япония промыла гениально мозги Америки и Англии. Здесь есть огромное количество иллюстраций американских, которые показывают настроение этой эпохи, японских, естественно, да, и масса всяких фотографий аутентичных. Ну и обложка доставляет. И, конечно же, я кладу сюда вот этот вот роман. Остросоциальный корень, действие которого происходит вот здесь, вот в округе, потому что я его писал с 98 по 2008 год, начал в летнем саду, закончил на Литейном. Вот вы даже знаете, теперь дом номер на Литейном, где там кое-какие действия происходят. Закрываем, возможно, кто-то возьмет. Так, а мы с вами идем дальше. Значит, после того, после этого у него был такой муж Шелейка, который про себя говорил, что он знает, это еще старый такой книжка, который знает 40 языков, 40 языков. Ну, а потом у него был Пунин, который жил, собственно, вот в этом крыле. Ну, и Ахматова, это был у него, получается, третий муж. Ахматова тоже здесь жила, при том, что у Пунина была уже семья своя, тем не менее, они здесь поселились. Сюда периодически приходил и даже на время жил ее сын от первого брака, Левушка, Лев Гумилев, который еще тогда не догадывался, какая его судьбинушка ждет. Ну, и вот, понимаете, в случае с Ахматовой, вот, мне очень понравилось тут один вот эпизод, а, нет, это про Жданова, это мы потом поговорим, где-то тут есть, вот, у фонтанного дома, это Бергольц, это Бергольц пишет про Ахматову, у фонтанного дома, у фонтанного дома, у подъездов глухозапахнутых, у резных чугунных ворот, гражданка Анна Андреевна Ахматова, поэт Анна Ахматова на дежурство ночью встает. То есть, речь идет о том, что Ахматова здесь точно так же, как все, дежурила на крыше, то есть, она ночью посла самолеты, которые летели с зажигательными, в основном, бомбами, на левом бедре снув противогаз, а по правую руку, как всегда, налегке в покрывале одном приоткинутом над сиянием глаз гостя, милая муза с легкой дудочкой в руке. И вот, если мы посмотрим, например, какие-нибудь фильмы наши, там, сталинской эпохи, мы увидим, что действительно жить стало весело, жить стало хорошо, всем зашибись, широка страна моя родная, в общем, лебедевку матч, все, 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 как мы любим. А вот, если мы почитаем Ахматову, мы видим другую квартиру. Это было, когда улыбался, только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Ну, естественно, Ахматова это все придумала, конечно же, как мы знаем, потому что ничего этого не было, а если ей было, то всех расстреливали за дело. Так вот, здесь она жила и после войны, ей после войны досталось, и до войны ей досталось, и вот этот эпизод мне понравился. Как шутила Анна Андреевна Ахматова, за время жизни в фонтанном доме, слово автограф вспоминалось с ею чаще всего. В этом здании размещался институт Арктики и Антарктики, и вход туда был по пропускам. Каждый, кто побывал у Ахматовой, должен был заполучить ее расписку на обратном обороте листка. Ну, то есть, что он идет к ней. Не иначе, как кто-то в нашей охране собирает мои автографы, шутила Ахматова. Да. Ну, и, соответственно, вот, ключевым моментом, мне кажется, это уже даже не столько довоенная история. Ахматова прогнулась один раз. Она все-таки написала какую-то оду в честь Сталина, ну, пытаясь вызволить своего сына из-за стенков. Но это не спасло ситуацию абсолютно для нее. И в 47-м году выходят вот эти знаменитые постановления «Звезда Ленинград», журналы. И получилось так, что страна победила. Мы выиграли войну. Ахматова эмигрировала, господи, эмигрировала, она отправилась в Ташкент. Ну, как это называется, в эвакуацию. В эвакуацию, конечно же, да, а не в эмиграцию. И люди надеялись, что все, теперь можно выдохнуть. Значит, жила она вот в этом крыле, там есть музей, я вам рекомендую зайти. Во-первых, там интересно то, что там показана вот эта анфилатная система комнат, да, как она раньше была. Меня лично поразила там раковина на кухне, она абсолютно неудобная, то есть она такая комсообразная, туда ни сковородку не поставишь, вообще ничего. И ну, люди надеялись, что сейчас мы соответственно выдохнем и живем нормально. Но на какой-то момент, да, им это дали, а потом опять началась вот эта катавасия, ну, во-первых, эти безродные космополиты несчастные, то есть если в Российской империи никто особо не муалировал вот это вот слово, всех называли жидами спокойно, официально, то здесь, конечно, пытались круто его отреставрировали, да, на самом деле. Под конец надо мне не забыть, напомнить, если не скажу, как вообще, что хотели сделать с этим садом и с соседним, потому что это здесь вообще вот был третий летний сад, который простирался от Фонтанки аж до Лиговского проспекта. У меня есть, я обычно у дома Шуваловых на Малой Сандовой, на углу Малой Сандовой Итальянской показываю картину этого дома Шуваловых, где от него до Фонтанки нет ничего. И там, конечно, без пол-литра абсолютно не разберешься. Значит, я вам хочу просто зачитать вот как бы риторику тех времен. Ахматова является типичной представительницей чуждому нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, искусства для искусства, не желающие идти в ногу со своим народом, наносят вред дело и не могут быть терпимы в советской литературе. Ну и дальше вот это знаменитое, вот это есть в этой книжке не то монахиня, не то блудница, вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Такова Ахматова с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа, это поэзия десяти тысяч верхних старой дворянской России обреченных. Ну вот опять-таки есть человек, который с этим не согласится, потому что мы сегодня еще почитаем стихи Ахматовой, но прошло время и вот кому сейчас срался этот Жданов, университет наш, слава богу, он больше не Ждановский, хотя он был имени Жданова, Ждановская набережная, слава богу, больше, не Ждановская, почему шумерская кофейня, потому что это Шелейко был, занимался переводом этих всех шумерских дел. Ахматова его пережила и ей посвящают книжки, есть музеи, люди сюда ходят косяками, ахматовские чтения и все такое прочее, потому что так устроена жизнь, так устроена судьба. Не понимают люди до сих пор, что как только ты начинаешь мочить творцов каких-то, которые просто высказывают свое мнение, ты проиграл, ну вот этот исторический процесс это доказал. Идея силового управления государством, вот такого, ну типа бей своих чтоб чужие боялись, она эффективна, безусловно, но она эффективна в короткой перспективе. Дальше она перестанет работать. И вот хоть ты колно говорить, тиши людям, до некоторых это не доходит до сих пор, что я это миллион раз уже сам говорил, что чем больше вы гасите всяких Моргенштернов, тем больше Моргенштернов будет нарождаться и тем больший вес они будут иметь в обществе. Потому что та же самая Ахматова, я хочу вам напомнить, что устала ходить, та же самая Ахматова это все предвидела с Бродским. Не было бы этого суда над Бродским, да не узнали бы возможно мы бы этого Бродского, точнее узнали бы ну там в рамках какого-то очень узкого интереса у определенной части аудитории. Какую судьбу они делают нашему Рыжему, да? Как будто он их нанял. Ося, ты пришел к нам с небес, чтобы прочитать свои стишки Мурлука ищем. Бродский говорил, что кошка она элегантна и эстетична всегда, даже тогда, когда она делает пипи, то есть она вот прекрасна. Поэтому, соответственно, это путь в никуда. Все равно все переживет. И Заболовский к нам вернется, и Хармс к нам вернется. Те люди, которых продвигал Маршак и те люди, которых убивали просто за то, что они писали вот на такие стихи, как надо. Ну и все остальные. Поэтому надо все-таки пытаться извлекать какие-то уроки из истории. Ну, хотя бы пытаться. Я не говорю, чтобы прямо им следовать, потому что если ты умеешь учитывать опыт своих ошибок, ты уже как бы на коне. Но если ты умеешь учитывать опыт чужих ошибок, ну, ты как бы в шоколаде. Сейчас мы на секунду прервемся, потому что здесь как раз самое время, так сказать, в пику товарищу Жданову прочитать одно замечательное стихотворение Анны Андреевны Ахматовой упадническое, буржуазное, вот это, которое никому не интересное, которое абсолютно антисоветское, не про наш народ, но оно зато про жизнь, про чувства, про эмоции, про то, как оно на самом деле происходит. Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни, и этот воздух, воздух вешний, морской свершивший перелет, и голос вечности зовет, с неодолимостью нездешней, и на цветущую черешней сияние легкий месяц льет, и кажется такой нетрудной, белее в чаще изумрудной дорога, не скажу куда. Там среди стволов еще светлее, и все похоже на аллею царскосельского пруда. Друзья мои, я помещу в описании ссылку на ролик «Неправославный Петербург», это про безумный модерн Петроградки, там как раз один из домов, тот самый дом с котиками, вышеупомянутый. Если вы хотите еще больше котиков, дворцов, проходных дворов и вообще аутентичного Петербурга, то можете приходить на мои экскурсии, которые идут с четверга по воскресенье по вечерам. Билеты можно купить на сайте, ссылка на который, впрочем, как и все остальное, будет указана в описании под этим выпуском. Ну и я рад пропиарить своего коллегу Андрея Дамирова. Если вам хочется именно более академического подхода, вот не такого, как у меня, там с непотребной речью, с прыжками с темы на тему, то вот, пожалуйста, можете посмотреть его канал. Может быть, не всем он зайдет, у каждого своя манера повествования, но я считаю, что это очень достойный краеведческий контент. Я напоминаю, что мой канал это свободная площадка для общения, вы можете оставлять действительно любые комментарии. Единственное, о чем вас попросил бы, все-таки проявлять уважение по отношению к вашему оппоненту, поскольку я действительно никого не баню и многие это ценят. Ну и еще я долгое время не хотел этого делать, но меня несколько человек попросили, я завел телеграм-канал, если кому-то интересно и главное удобнее там черпать новости, то можете подписываться, если есть желание и необходимость, ссылка точно так же внизу. На этом все, с вами был гид Павел Перец, увидимся с вами оффлайн и онлайн.